И в завершении выпуска. Приближается первый праздник весны. Международный женский день 8 марта. В этот день на улицах в руках прохожих появляется очень много цветов. А женщины светятся улыбками и хорошим настроением. О том, чем порадовать представительность прекрасной половины человечества, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Я думаю, что цветы. Особенно у нас на Крайнем Севере цветы это приятно. Что-нибудь хорошее от мужчины, слов хороших. Утром в постель чай или кофе. Можно тоже, чтобы девушка или жена улыбнулись сразу, когда проснулись и увидели мужчина, приносит на подносе все самое вкусное и запах такой, аромат. Мне кажется, это тоже будет прекрасно. Для женщины? Да. Цветы, наверное. А вот для вас цветы? Цветы. Пылесос. Я хочу, чтобы у меня муж приехал с командировки. Сын есть подарить цветы. Спасибо. Цветы. Цветы. Самая лучшая подарок. Выбор цветов для составления букета довольно большой и зависит от предпочтений девушки или женщины, которые преподнесут подарок на 8 марта. Однако специалисты рекомендуют остановить свой выбор именно на весенних цветах. Ну, 8 марта – это все-таки весенний праздник. И весенние цветы у нас являются ирисы, тюльпаны, мимоза, нарциссы, подснежники. Вот. Естественно, конечно, любая девушка любит свой вид цветка. Может, кому-то, конечно, нравится и роза, и хризантема. Но именно на 8 марта мы все-таки, придя, когда мужчина приходит делать заказ, мы все-таки пытаемся его убедить не купить обычные розы, которые он дарит все время жене на 8 марта, ой, на день рождения, на 14 февраля, а все-таки весенние цветы, которые действительно дарят праздник. Помимо срезанных цветов, также популярностью пользуются и горшечные разновидности. Такой презент может радовать свою хозяйку долгое время. Хорошим тоном как для срезанных цветов, так и для горшечных считается дарение растений с полураспустившимся бутоном, нежных окрасок молодым девушкам, а уже более интенсивной окраски и полностью раскрывшихся взрослым женщинам. Не все женщины любят срезанные цветы, не все. Поэтому именно на 8 марта мы привозим такие цветочки, как, например, мускарики, то есть такие весенние цветы, то есть они являются горшечные цветы, то есть, да, там, допустим, цветокорфин. Капсы, видите, то есть не все девушки любят срезанные цветы, то есть мы предлагаем и такие различные варианты, поэтому то, кому что нравится. Популярностью у прекрасной половины человечества пользуются не только цветы, но и конфеты, парфюмерия и косметика. Впрочем, каким бы ни был подарок на 8 марта, главное, чтобы он был от чистого сердца. И помните, нет ничего дороже, чем искренние слова любви. Будь веселой и красивой. Здоровья, счастья. И чтобы она всегда была со мной. Я маме желаю счастья, ее очень сильно люблю. Чтобы она была здоровая и красивая. Я желаю, чтобы она была, все было с ней хорошо. Она никогда меня не бросала, и она не болела. И всегда нас соленой любила. Я хотела ей пожелать, чтобы она всегда была хорошей и доброй мамой. Будь всегда такой красивой, я тебя люблю. Чтобы она всегда была рядом со мной, чтобы она меня все время поддерживала и никогда не бросала. Чтобы она была очень красивой, доброй, хорошей и самой любимой. Я хочу пожелать, чтобы она всегда была хорошая, добрая, чтобы никогда не болела. Она здоровая была, никогда не болела, и самая была хорошая мама. И самая лучшая. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».